Для того, чтобы осуществлять фото- и видеоуслуги без нарушения налогового законодательства, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям важно знать данную информацию. Согласно статье 295 Налогового кодекса, фотоуслуги и видеосъемка входят в перечень видов деятельности, для которых регистрация индивидуального предпринимателя не обязательно. Но не следует успокаиваться и думать, что работать можно, не платя в казну государства. Этот номер не проходит, говорят в Московской налоговой инспекции. Есть такая форма налогообложения, как единый налог. Его нужно вносить ежемесячно, если есть работа. В настоящее время ставка его по услугам фотографии в Бресте составляет 82 рубля 20 копеек, по видеосъемке 86 рублей 70 копеек. Для того, чтобы осуществлять данные виды деятельности, необходимо по месту регистрации физического лица предоставить заявление, где указан вид деятельности и период, и уплатить ставку единого налога. Ежели человек, оказывающий услуги видео и фотосъемки, зарегистрирован в качестве ИП, он также уплачивает единый налог, и применять иной порядок налогообложения он не вправе. Но необходимо знать и о льготах, которые предоставляются ряду гражданам, пенсионерам, плательщикам, инвалидам, многодетным родителям и другим. Ставка единого налога снижается на 20%. Данные льготы предоставляются на основании того, что как с расчетом, так и с декларацией по единому налогу инспектору предоставляется право на предоставление данной льготы. Налоговые инспекторы акцентируют. Есть еще один нюанс, о котором нужно знать. При декларировании дохода в размерах, превышающих доход, равны произведению уплаченного налога на 10, суммы такого превышения доплачивают налог в размере 10%. Касается это и ИП, которые при превышении воловой выручки над 40-кратной суммой единого налога обязаны заплатить в размере 5% суммы такого превышения. У вас есть выбор – предпринимательство или деятельность без регистрации ИП. Главным моментом является то, что при оказании услуг фото и видеосъемки единый налог платить необходимо.